В последний раз Константин Сосунов выходил на парке три года назад. После не позволяло здоровье. А ведь он чемпион мира и Европы, пятикратный чемпион России и мастер спорта по спортивным танцам на колясках. Жена Елена вспоминает, до того, как его состояние ухудшилось, Константин всегда был в движении. Даже с парашютом прыгал, но танцы для них были особенным занятием. Пока мы танцевали, танцы – это была наша жизнь. В принципе, мы этим жили, мы к этому стремились. Он любит рыбачить, он очень любит футбол, он никогда не пропускает, когда на шамкар играет. Жизнерадостный, веселый человек, который никому не отказывал, если нужна помощь. Но теперь нуждается в самой помощи серьезной. С 2004 года Константин танцует в ансамбле «Гротеск». В трудную минуту семью поддерживали многие, помогали собрать деньги на лечение. Не самое дешевое. Пройти его можно в Новокузнецке, а после требуется реабилитация в Израиле. Несмотря на усилия отдельных врачей, специализированного отделения для спинальников, тех, кто парализован после травмы позвоночника, в Перми просто нет. Отсюда вероятность осложнений, ведь лежачий человек подвержен образованию пролежней. У него сепсис. Идет интоксикация всего организма. И получилось так, что он попал в реанимацию. Ему стало плохо, резко. Он не мог уже садиться сам, мы его сажали. Он не мог переворачиваться. Левая рука повисла, и боль была дикая в левой руке. На лечение требуется немалая сумма – почти 3 миллиона рублей. Если вы хотите помочь Константину Сосунову, обращайтесь в редакцию телекомпания «Ветта». Или позвоните по номеру телефона, который вы видите на экране. Валерия Ермакова, Евгений Гилёв, телекомпания «Ветта». Продолжение следует...